И глава нашего региона, и глава нашего города убеждают, качество ремонта дорог и дворов должны контролировать в том числе общественники. Мы решили воспользоваться призывом и выбрали несколько мест. Кстати, этот список потом обязательно расширится. А пока давайте вспомним, что обещали и посмотрим, что сделано. На всё про всё три года в течение этого и последующих двух лет дороги в Новом Уренгое должны быть приведены в порядок. Такая задача стоит перед подрядными организациями. Причём сослаться на недофинансирование невозможно. Деньги выделены в полном объёме. За преображением улицы Университетской мы начали наблюдать с момента начала ремонта. Вот это съёмки 3 июля. Выполненный объём 75%. Здесь работают сотрудники Уренгой гор Автодора. На данной улице произвели полный демонтаж тротуара, бордюрного камня, полная замена. Установили новый бордюрный камень. Также уклон воды увели на Захаренко, вода в одной лоток. Также новое полотно асфальтобетонного покрытия. Также будет озеленение и новый тротуар. Сейчас улица полностью открыта для движения. Сделана разметка. Мы специально приехали на это место ещё раз, чтобы убедиться, всё ли обещанное сделано. Новый асфальт должен верой и правдой прослужить как минимум 5 лет. И в течение всего этого времени мы будем наблюдать за состоянием проезжей части. Сроки сжаты, северное лето короткое. И здесь вопрос о качестве работ. Правда, в этом году дорожникам грех жаловаться на погоду. В новом Уренгое жарко и без дождей. А вот это ещё один объект, где работы ведут специалисты Уренгой гор Автодора. Благоустройство микрорайона «Юбилейный». Идёт по программе «Комфортная городская среда». Если в начале, а это съёмки от 3 июля, рабочие вели активную деятельность, то сейчас складывается впечатление, что объект находится в стадии заморозки. У нас контракт по 30 сентября. Естественно, мы планируем закончить в 1 сентября. Планируем, если погода нам позволит, не задержит нас дожди, всякие другие нюансы. Но в основном дожди. Мы планируем 1 сентября работу выполнить. По крайней мере, по внутрикварталке, по юбилейному микрорайону. Мы предлагаем жителям Нового Уренгоя не оставаться в стороне и следить за ходом работ. О всех замечаниях и нарушениях сообщать к нам в редакцию. Андрей Романов, Владимир Гайнза, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.